Наталья Гулькина. Дочери говорю, учись на моих ошибках. Глядя на Наталью, сложно поверить, что выступает она уже больше 30 лет. Однако факты – упрямая вещь. Это мираж в далеком прошлом, а Гулькина и сегодня собирает полные залы. Дверь в студию певицы открыл высокий красавец-мужчина. Проходите, Наташа будет через минуту. Не обманул, а ровно через минуту появилась она. Красавец чмокнул Наталью в щеку и ушел в другую комнату, чтобы не мешать нашей беседе. Наталья, извините, этот эффектный мужчина кавказских кровей – ваш муж? Нет, все так думают. Глеон – мой директор и могу сказать – самые близкие мне по духу человека. Мы с ним прошли огонь, воду и медные трубы. Когда я уходила из миража, он единственный меня поддержал. Да, у нас некоторое время были отношения, но мы их не афишировали. Теперь это в прошлом, мы только друзья и соратники. Даже больше брат и сестра понимаем друг друга с полуслова, с полузгляда и даже на уровне интуиции. Подумаю о Леоне, и он мне сразу звонит. Такие люди рядом – подарок судьбы. Леон и как директор лучше не пожелаешь. Все организаторы концертов в восторге от него. Ну а концертов сейчас много? Не могу сказать, что много. Потому что нам, поп-исполнителям, плавно пришли на смену рэп-исполнители. Помню, в былые годы между нами, артистами, долго болтался Децел и еще кто-то из поющих рэп. Но как они не старались, публика не очень их воспринимала. А сейчас каким-то ветром принесло перемены. Рэперов стало так много, и они собирают дворцы спорта. Короче, концертов у меня сегодня не так много, но я не жалуюсь. Наши песни нужны, слава богу. Если бы еще могла исполнять что-то из репертуара «Миража», тогда было бы много работы. Правообладатели запретили Гулькиной петь песни «Миража», когда она ушла из группы. Впрочем, ее и так хватает. Вот в ближайшее время у меня съемки нового клипа. А потом в Сочи полечу с сольными концертами. Наталья, у вас ведь двое взрослых детей. Чем дочка Яна занимается? Она учится в Московском педагогическом университете на факультете прикладной филологии. Там и латынь, и история, и литература. Чего только нет. Яна думала, будет легко, а оказалось не очень. Уже пошли разговоры. Мама, мне кажется, я неправильно вуз выбрала. Наверное, я уйду. Я переживаю. Подозреваю, что она сильно влюблена. Потому ей не до учебы. Парень вам знаком? Знаком. Он Янин одноклассник. У них с пятого класса. То влюбленность, то дружба, то ссора. Как-то рассорились в очередной раз. Спрашиваю у дочери. Почему дружба-то в розе? Мам, ну это не мое. И вдруг вижу, они опять вместе. Мама, я сама не понимаю, что я однолюбка, что ли? Говорит. Но я все равно переживаю. Первая любовь, она такая. Коварная. Говорю дочери. Учись на маминных ошибках. Она. Почему у меня должна повторяться то, что было у тебя? У меня будет по-другому. Я себя вспоминаю. Такая же была. А вобще, она девочка очень правильная. Всех ей жалко. Всех она любит. Всем хочет помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!